Вот такую картину жители Хабаровского края сегодня могли наблюдать на дорогах, сплошь и рядом. Автолюбители гальмуют, другие неравнодушные помогают выбраться им из этой ситуации. И сейчас мы дадим вам несколько дельных советов от экспертов. Это привлекательная девушка Ольга Шалыгина, участница автогонок IceBurn. Вообще, в принципе, удивляются, когда видят, что девочка на коробке ездит. А еще, если там кто-то застрял, а ты объехал, то, конечно, удивляются. Ну, вообще, за советами не подходят. Не знаю, почему, мужчин так как-то, почему-то они привыкли, что они сами все знают. И вот как-то к девочке подойти за советом, или если девочка советует, то, значит, какую-то фигню. И несмотря на сравнительно скромный водительский опыт, чуть более пяти лет километраж Ольга намотала весомый. Легко справляется с механической коробкой передач, с автоматом, само собой. И неважно, полный привод, передний или задний. Профессиональная гонщица не испытывает дискомфорта даже на ледяной трассе. Во-первых, надо не пугаться. И надо понять, что если у вас пробуксовывают колеса, то вам надо чуть-чуть подспуститься назад. Опять же, тут момент к другим водителям, которые должны уважать остальных участников дорожного движения. Потому что они их подпирают, не соблюдают дистанции, им просто некуда скатиться. А скатиться нужно для того, чтобы чуть-чуть поймать этот зацеп, и тогда машина поедет. Еще совет для заднеприводного авто. Нельзя резко газовать. Начало движения должно быть плавным, с накопленной инерцией при отпускании педали тормоза. В противном случае пробуксовка возможна и на прямой пологой дороге. А если в горочку, то... У вас сразу машина встает боком. То есть там вообще ни в коем случае нельзя именно поддавать газы. Если она у вас все-таки поехала боком, чтобы вам ее выпрямить, вам надо руль повернуть в сторону за нос. Тогда у вас машина встанет прямо. Но тут надо тоже понимать, что, скорее всего, рядом с вами есть другие уже автомобили, либо там припаркованные автомобили. То есть надо посмотреть. Но однозначно, если вас заносит, как бы не надо там жать по тормозам, потому что машина поведет. То есть надо плавно все делать. Еще, когда поднимается в горочку, Ольга предпочитает рассчитать время до включения на светофоре нужного зеленого света, не стремится впритык нагнать впереди стоящий транспорт, а медленно приближается к нему. Ну и чтобы наш сюжет не считали сексистки, молодая, красивая девушка, учит мужчин, воспримет некоторые так, как правильно двигаться по таким ледяным дорогам, мы сейчас еще возьмем несколько советов у опытного инструктора по автовождению. Сам преподаватель контраварийного вождения признался, что вчера в поисках рыхлого снега для лучшей сцепки с поверхностью посадил авто в сугроб. Первое, что я сделал, это убрал лишний снег из-под ведущих колес. Лопатой? Ногами? Лопатой не было, но ногами убрал. И путем несложных манипуляций, потихоньку, без пробуксовки колес, я выбрался из сложившейся ситуации. Вы сдавали назад, да? Вперед? Чуть назад, чуть-чуть вперед, и так, скажем, себе набил колею и комфортно выехал. Но мысль уже в голове вертелась о том, чтобы достать всю зиму, у меня вожу с собой покрывало, вот, для того, чтобы подложить под колеса и выехать. Любая плотная нескользящая ткань или брезент могут заменить доски. Есть и более современный способ. Эти накладки вы могли прекрасно видеть на большегрузных автомобилях, цепи против скольжения. Для легковых автомобилей точно такие же есть. Они из ткани сделаны, из тонкой резины листовой сделаны. И в завершении ожидаемые наставления. Соблюдать дистанцию причем по всему периметру машины. И для тех, кто может себе позволить. Пока лучше не использовать личный автомобиль. Мариана Гейт, Максим Артиков, Смотри Хабаровск.